В предпраздничные дни совершить новогоднее чудо может каждый, кто присоединится к благотворительному марафону «Наши дети». Концерты, представления и самое главное, теплые поздравления для маленьких белорусов звучат буквально без перерыва. Особое внимание тем детям, кто в заботе неравнодушных людей нуждается вдвойне. Кто принял эстафету «Добра сегодня» знает Александр Ковельевич. В этом письме Деду Морозу всего два пункта. Приставка и долгожданная встреча с родителями. Уже полтора года Надя Кривоносова живет в детском городке. И несмотря ни на что, верит в чудо. Ведь одно из желаний уже сбылось. Сегодня воспитанникам детского дома подарили много новой техники, а для уюта еще и новую мебель. И все же в любимое время года, признается Надя, времени на приставку не будет. А потому что зимой можно погулять в снежки и праздновать Новый год. Деда Мороза можно увидеть. Много чего можно сделать зимой. Осуществилась и главная мечта маленькой Софии. Благодаря современному импланту девочка стала слышать. Теперь в новогоднем письме, казалось бы, совсем простые просьбы. Но второклассница уверена, главный волшебник зимы их тоже обязательно услышит. Хочу большую игрушку и белый котик. А еще конструктор, книги и смарт-техника. Такой вишлист составили ученики 14-й столичной школы для детей с нарушением слуха. Хочу квадрокоптер с камерой. Многие мечты сбылись уже сегодня, во время большого новогоднего праздника. Причем школьники не просто получили подарки и поздравления, поделились с гостями своим творчеством. И хоть услышать каждую ноту этим актерам сложно, музыкальная премьера Руслана Людмила прошла с успехом. Это оставило просто неизгладимое впечатление в душе. Взрослее мы понимаем, что это чудо, эта сказка рождается нашими делами. И сегодня у каждого взрослого есть возможность подарить частичку своего тепла, любви, заботы. Приняли эстафету добра и в ждономической школе-интернате. Здесь также учатся дети с нарушением слуха. Представители Белорусского союза женщины во главе с Марианой Щеткиной подарили школьникам сладкие подарки, книги и мебель для игровой комнаты. В августе мы были здесь на акции «Соберем портфель вместе». И когда мы стали разговаривать, а что бы вы хотели, они сказали, что, наверное, книжки, мягкую мебель нам надо приобрести. И мы сказали, что давайте будем, наверное, покупать то, что нужно. И потихонечку будем вместе оформлять этот замечательный теплый дом. Угощения, настольные игры, а также спортинвентарь к Новому году получили и воспитанники Радашковической школы-интерната. А в Шкловском районе благотворительная акция «Наши дети» приобрела даже космический масштаб. Лётчика-космонавта Олега Новицкого принимали воспитанники дома семейного типа Светланы и Александра Коноваленко. В большой семье пять приёмных детей. В начале года они вместе побывали в Королёве, где им удалось пообщаться с космонавтом, когда он находился на орбите. Теперь встреча на Земле. Я спрашивала, страшно ли летать в космос. И что я ответила? И вы ответили, что не каждому даётся такая возможность летать в космос, и что это очень интересно. Что делают эти люди, как родители для детей, стоит очень дорогого. И очень приятно, что и руководство области, районы не забывают о детях, и постоянно помогают. Марафон добра. Именно так называют акцию «Наши дети». Концерты, спектакли, представления. Благотворительную эстафету в эти дни подхватывают буквально в каждом уголке страны. Исполнять желания, которых малыши так старательно пишут в письмах новогоднему волшебнику, о таких посланий тысячи помогают неравнодушные люди. И с каждым годом тех, кто готов делиться своей заботой, становится всё больше, а значит и больше искренних улыбок на лицах наших детей. Александр Ковелич, Юлия Гризунд, Андрей Ястребов и Владимир Королёв. Агентство теленовостей.